Ольга Ильина – потомственная донская казачка. Традиции казачества были ей близки с детства, особенно песни и фольклор. Это и сыграло главную роль при выборе будущей профессии. Ольга Геннадьевна работает в детской школе искусств номер 14 с педагогом по фольклору. Но делом всей своей жизни считает достойное продолжение традиций и культуры своих предков – казаков. Помогать и казачеству, и нашей России воспитывать детям чувство патриотизма и вот эту культуру как бы размножать, петь и плясовые песни, и патриотические, обучать этому детей. Все гостей праздника встречали звуки духового оркестра «Самарец», расположившегося в фойе Дома культуры. Здесь же можно было увидеть атрибуты настоящего казака – нагайки, головные уборы, одежду. А выставка архивных фотографий рассказала об истории казачьего возрождения в Самаре. За время возникновения и становления казачества в Самаре, начиная с 90-го года, если взять даже на фотографии, 92-й год, вот, например, это первый бал. Бал, не дискотеку, а бал. Казачий бал был организован нашей казачьей организацией, самарским казачьим земляничеством. Во дворце, во фойе театра управы и балета. И с нашего именно бала, а потом был по культурному наследию бал маскарадный, который мы же, казаки, устраивали в Доме офицеров, с этого момента балы в Самаре-то пошли. Как заведено у казаков, праздник сопровождался пением и танцами. Зрители услышали много красивых песен. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Казачество – это в первую очередь патриотизм, воспитание патриотических начал, воспитание молодого поколения. Наша казачья организация, ведь мы взаимодействуем с большим количеством некоммерческих объединений, которые занимаются сохранением казачьей культуры. И красной нитью через все эти мероприятия проходит патриотическое начало. Это праздник сотрудничества и добрососедства народов России. Казаки – это уникальные люди, это русская, славянская история, неповторимая часть этноса Самары, Самарской области и Поволжье. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.